Добрый вечер, уважаемые участники. Всех рад приветствовать на нашем вебинаре заключительном в этом году вместе с Александром Элдером. Заканчивается год, поэтому будет очень интересно сегодня также обсудить последние, скажем так, вести с полей из США, с точки зрения последних событий и подтверждения победы Байдена и начала распространения вакцины от коронавируса в США. Ну и также, безусловно, обсудить ситуацию по рынкам, ждать ралли, ну и, возможно, также поискать новые идеи, в первую очередь, которые мы получаем от вас. Также мы, конечно, разыграем книгу Александра, подведем итоги прошлого конкурса и также я еще раз напомню о конкурсе на следующий месяц. Ну а прежде чем мы начнем, как всегда, это предупреждение о рисках. Всегда важно помнить, что торговля, что инвестиции, они всегда связаны с рисками. И с рисками важно разобраться. Мы также входим в наших вебинаров, уделяем этому внимание и разбираем все большинство позиций, большинство ситуаций также и с позицией риска. Несколько слов о компании Admiral Market. Для тех, кто присоединился к нам впервые и впервые знакомится с нашей компанией. Admiral Market является брокерской компанией. Мы предоставляем сервис по трейдингу, сервис по инвестициям, именно по самостоятельному управлению деньгами на нашей площадке. Мы предоставляем как валютный рынок, так и фондовый рынок. И вы можете использовать инструменты для классической торговли, то есть именно инвестировать в акции, так и спекулятивные инструменты, где уже доступно кредит на плечо. Но важно понимать, что это также несет до собой и чуть больший риск. Мы предоставляем для торговли платформу MetaTrader 5, одну из самых популярных платформ для трейдинга, для инвестиций. И как раз проводить эти операции всегда можно в одной платформе. Это максимально удобно. Вообще в Admiral Market доступно более 8000 инструментов. Как я уже сказал, и валюты, и золоты, и индексы, и отдельные акции, европейские, американские, азиатские. То есть всегда можно найти то, что подходит именно вам. Также в Admiral Market мы уделяем огромное внимание как раз обучению и правильному позиционированию трейдинга инвестиций. Поэтому мы рады, что с Александром уже проводим более полутора лет данную серию вебинаров, где Александр может делиться своим опытом и помогать как начинающим трейдерам, так и продолжающим трейдерам развиваться в этом направлении. Потому что у Александра опыт колоссальный. Также я рекомендую вам подписаться на YouTube канал Admiral Market. Сейчас я буду сразу же отправлять ссылочки в наш чат. Вы смогли это сделать, если вы еще не подписались. Именно там всегда можно будет найти запись вебинара, как этого, так и пересмотреть, например, все предыдущие. Если там есть инструменты, которые для вас выглядят интересными, вы можете посмотреть по названию. Также я рекомендую подписаться на Telegram канал Admiral Market. Там вы всегда будете получать оперативные уведомления о напоминании о наших новых вебинарах. Также туда будут направляться записи вебинаров. Поэтому в Telegram вы всегда оперативно также получите ссылку на запись вебинара с Александром. И туда мы публикуем также и видеообзоры, которые выходят на нашем YouTube канале, и подкасты. То есть сделаем все, чтобы у вас была максимум информации, вы ее максимально разумно использовали. С моей стороны это все. Александр, я готов передать слово вам. Ну и прежде чем я это сделаю, как я уже сказал, то есть мы проводим вебинары уже практически полтора года. Всегда я и наши слушатели ждут с нетерпением. Периодически мне начинают писать за неделю, когда же будет вебинар. И я рад всегда, всегда с нетерпением жду этих вебинаров. Поэтому, Александр, со своей стороны передаю слово вам. И мы готовы слушать. Спасибо большое. Спасибо большое, Роман, за доброе представление. И привет многочисленным нашим участникам. Я ленты бежал так быстро, что я даже не уловил всех имен и адресов. Я смотрел Мадрид. Там, наверное, немножко теплее, чем здесь сегодня Украина. Мне всегда вспоминается, я был на Украине в Украине, теперь говорят. В 2012 году и опять в 2014 читал лекции для украинской биржи. И должен был в 2016 году туда опять лететь. Каждые два года они хотели, чтобы я туда прилетал. Но, к сожалению, начались военные действия, у которых был более высокий приоритет, чем мое выступление. К огромному моему сожалению. Не из-за меня, из-за страны. Очень приятно видеть вас всех. И со всей России, и с Прибалтики, где я сам вырос. Очень-очень приятно. Я полностью присоединяюсь к тому, что сказал Роман, относительно рисков игры. Это то, о чем большинство маркетологов не говорят. Все говорят, заходи, заходи, здесь тепло и легко работать. На самом деле бывает очень прохладно. Работать на самом деле совсем нелегко. Поэтому мы и проводим эти вебинары, чтобы посмотреть, как нам бороться с рынками и с собой в этих рынках. Кто-то меня недавно спросил, какая главная угроза на рынках. Я говорю, главная угроза – это человек, которого ты видишь утром в зеркале, когда чистишь зубы. Вот твоя главная угроза. Роман, я думаю, что мы начнем, может быть, с того, что посмотрим… А, вы попросили меня сказать несколько слов о политике в нашей замечательной стране. А потом мы посмотрим на главные индексы. В Америке интересная выборная система. Это не прямая демократия, то есть не то, что один человек, один голос. А система, установившаяся 200 лет тому назад, когда телекоммуникаций не было как таковых, и сообщение между различными частями страны было очень медленным. Поэтому ждать подсчета голосов по всей стране в те времена было нереально. И поэтому у нас, значит, другая система. Каждый штат голосует отдельно. И во всех штатах, за исключением двух, во всех штатах, вот кто победил в этом штате, получает все голоса этого штата. А каждый штат имеет голосов в зависимости от его населения. Например, Вермонт, где я живу, имеет то ли два, то ли три голоса. А, допустим, штат Нью-Йорк имеет то ли 40, то ли 50 голосов. Ну вот, короче, наш штат проголосовал Вермонт. Байден получил здесь четкое преимущество, потому что штат очень левый. И, значит, оба голоса, штат и Вермонт, уходят за Байдена. И все эти судебные процессы, которые уже подошли к концу, были связаны с тем, что есть штаты, где соотношение голосов за одного и за другого было очень близким. И было очень много обвинений со стороны Трампа, что демократы мухлевали с этими голосами. Насколько мне видится, я голосовал за Трампа. Но, насколько мне видится, мухлевание было, если оно и было, его было очень мало. Потому что сколько копают, найти никак не могут. Но это типа того, когда стреляли в Кеннеди, его застрелила целая команда. На самом деле там был один стрелок. Но вот есть такие любители создать теорию заговора какого-то. Я думаю, что Трамп проиграл, потому что его как личность не любят женщины. Его как личность не любят многие образованные люди. Он победил среди мужчин, он победил среди людей с менее высоким образованием. Почему его не любят? Он грубый, он вульгарный. Я вырос в Эстонии. Я жил в Нью-Йорке много лет. И Трамп всегда был такой вульгарной личностью. Но как президент я решил, что он лучше, чем Байден. Он лучше для политики, для внешней политики, для экономики этой страны. Так что я голосовал не за друга, не за того, кого я хочу пригласить к себе в дом. Я голосовал за того, кого я считаю лучшим президентом. Но, к сожалению, очень многие люди голосуют, так сказать, от души. Вот он мне не нравится, он грубый. Буду голосовать против него. И его прокатили на этих выборах. Меня удивляет, как он пропустил это дело. Потому что он очень крутой бизнесмен. Его прокатила пресса. Вся пресса ополчилась против него. Почти вся пресса ополчилась против него. И он на них очень так красиво огрызался всю дорогу. Сажал их в лужу. Но американцы любят позитив. Негатив здесь плохо работает. Он не создал позитивной, такой вот альтернативной прессы. Ну и в результате его прокатили. Так что, ну сейчас еще какие-то идут мелкие трепыхания. Но 20 января будет инаугурация. И Трамп отбудет из Белого дома. Я слышал, что он собирается устроить огромный публичный митинг во Флориде. Где он теперь живет в этот день. Испортить Байдену день. И поговаривают, что он вроде бы собирается через 4 года опять баллотироваться. Имеет право. В Америке президент ограничен двумя сроками. Так что у него был один срок. Он имеет право баллотироваться еще один раз. Посмотрим. А рынки между тем идут вверх. Рынки любят определенность. Рынки боятся неопределенности. И то, что сейчас совершенно очевидно. На 99,99% что игра закончена. Байден победил. Трамп, к сожалению, проиграл. Появилась определенность. И есть огромные пласты экономики, которые абсолютно за Байдена. Например, высокие технологии. Совершенно левые. И вот они в постели с Байденом. Так что есть какие-то отрасли экономики, которые очень хорошо будут при нем стоять. Перед нами 4 года. Посмотрим. Очень важное событие произойдет в самом начале января в штате Джорджа. Там идет второй тур, очень необычный для Америки. Второй тур выборов в Сенат. На два сенатских места. И если республиканцы выиграют одно из этих мест, они сохраняют за собой большинство в Сенате. Если они проиграют оба места, то они потеряют большинство в Сенате. А президент по большому счету, по большому счету ничего не может сделать без согласия Сената. Сенат может и затормозить. Если демократам удастся победить, выиграть оба места в Джорджии, то тут они разойдутся. Посмотрим, посмотрим, как эти дела пойдут. Я получил недавно письмо от сына Рона Дорейгена. Не личное, конечно, письмо. А так пришло в рассылке. Просил деньгами поддержать компанию в Джорджии. То есть республиканцы делают все, что могут, чтобы победить там. И я надеюсь, что они выиграют, по крайней мере, одно из этих мест. И таким образом сохранится какой-то тормоз на левадской системе. Вот такие взгляды на политику. А, теперь про экономику еще пару слов. Про экономику. Два главных фактора, два главных фундаментальных факторов, которые будут больше всего влиять на экономику Соединенных Штатов. Фактор номер один, о котором я, по-моему, в прошлый месяц говорил, это то, что проценты, учетные ставки стоят около нуля. И Федеральная резервная система говорит, что они так и будут держать эти ставки еще пару лет. Поэтому у людей есть деньги, у компаний есть деньги. Этим деньгам некуда пойти, чтобы копейку заработать. Копейку они могут заработать, но чтобы заработать маломальски серьезные деньги. Кстати, кто-то написал, что нет звука. На самом деле нет звука или только у одного человека? Нет, нет, звук есть. Вы ему пошлете совет, Роман. Я обычно говорю, выйди из комнаты, потом зайди обратно. Это обычно помогает. Так вот, насчет экономики. То, что учетный процент настолько низкий, люди, которые хотят, у людей есть бережения, десятки, сотни тысяч долларов, миллионы долларов, если хотите, они хотят заработать какой-то интерес на эти деньги. Отнести деньги в банк не имеет ни малейшего смысла, потому что банки выплачивают, я получил письмо, предлагали 0,2% годовых, спасибо большое. Куда вкладывать деньги? Или в реальный бизнес, но это совершенно другая песня, либо в недвижимость, что очень трудно, потому что это занимает время, это дорого. Вкладывать недвижимость на покупки-продажи вы теряете порядка 8 или 9%. Это очень такая тяжелая торговля. А куда легко вложить деньги? На фондовый рынок. И поэтому, в конце концов, деньги идут и будут продолжать литься на фондовый рынок. Да, он сейчас переоценен. Да, будут коррекции. Но по большому счету фондовый рынок – это единственная игра для людей. Это фактор номер один. Я, наверное, повторяюсь, я об этом говорил в прошлом месяце. Другой фактор следующий. После каждой войны, после каждой эпидемии, после каждого такого кризиса, глобального кризиса, в Америке происходит бум. Я смотрю на то, что происходит вокруг меня. Все уже закисли по домам. Всем не терпится выбраться. Поступила вакцина. Поступила вакцина. И считается, что к концу этого года 20 миллионов человек будут вакцинированы. Где-то к середине будущего года все желающие будут вакцинированы. Если вакцинированы более 75% людей, то пандемия прекращается, потому что просто вирус останавливается, им некого, так сказать, заражать. И вот такие пироги. Так что люди выйдут на улицу опять, и все начнут тратить деньги. Путешествовать, ходить в рестораны, покупать. И будет бум. Будет бум потребительский. Естественно, потребительский бум отражается на реальной экономике, которая тоже начинает производить, производить, производить. Вот на основании этих двух факторов я смотрю очень положительно на долгосрочный фондовый прогноз. Краткосрочный, а это другая песня. И, наверное, для краткосрочного давайте посмотрим на графики, которые вот первый график выставил, выставил Роман на экран. Индекс S&P. Как всегда, на левой стороне недельный график, стратегические решения, с правой стороны дневной график, тактические решения, что делать. И что мы видим на недельном графике? Что индекс силы в самой нижней панели, пик индекса силы, на самом деле, был где-то в мае-июне. И после этого рынок продолжает подниматься, но наплыв объема в рынке становится все меньше. Смотрим на индикатор MACD, гистограмма, который в середине находится, и мы видим, насколько сильна и широка была эта гистограмма весной и летом, и насколько она блекла выглядит сейчас. При этом гистограмма продолжает подниматься, скользящая средняя продолжает подниматься, то есть импульсная система зеленая, но при этом эта система говорит нам, будь осторожен, будь осторожен. Рынок очень высок, рынок находится в опасной зоне. Еще рано коротить, но зона очень опасная. Переходим к дневному графику, и мы видим, что пик цены был где-то неделю тому назад, и этот пик практически достиг автоконверты. А сейчас вот происходит сегодня ралли, рынок вверх, а до конверта ему еще очень далеко подняться. И это указывает на то, что ралли ослабевает. Но это не значит, что нужно закрывать глаза и коротить. Нужно быть внимательным, нужно быть готовым к развороту. Но пока импульсная система зеленая на недельном графике и на дневном графике тоже коротить, конечно, сильно не рекомендуется. Рынок идет вверх, но я перестал покупать где-то неделю, неделю, 10 дней тому назад на своем собственном счету. Я перестал покупать. Я жду разворота. Но это не значит, что я забегаю, сказать, вперед перед паровозом. Давайте посмотрим следующий график. Да, я сейчас тогда открою DAX. DAX 30. То есть тоже у него интересные движения сегодня были. И один из участников на второй раз уже предлагает его шортить, поэтому... Вы знаете, я попался на DAX. Я на самом деле его пару дней назад зашортил. И сегодня до закрытия рынка должен принять решение принять потерю и подождать в сторонке, что я, скорее всего, сделаю или продолжать держать короткую позицию. Боюсь, что не имею права держать короткую позицию, глядя на этот экран, потому что импульсная система зеленая стала опять... Она была синей раньше. Она стала зеленой опять на недельном графике и она зеленая на дневном. Так что я думаю, по окончанию сегодняшней сессии мне придется, сказать, войти в мой брокерский счет. и застрелить эту акцию, которую я прорвал на понижение. Но я продавал не сам индекс DAX, а в Штатах есть ETF, боевой фонд, который инвестирует в этот индекс, и WG. И вот как раз я и закоротил. К счастью, Австралию закоротил тоже. Австралия ведется так, как мне нравится. А с Германией, конечно, это... На рынке нет определенности. На рынке нет определенности. Если вы думаете, что вы будете делать на каждой сделке, то вам предстоят крупные проблемы. Всегда нужно знать, что рынок может пойти против вас, и поэтому нужно иметь план, как выйти из позиции, которая идет против вас. Не просто сидеть, потечь и бояться, а когда вы заходите в позицию, записывая цифру, по какой цифре вы выйдете из этого рынка. Так что я смотрю на Германию, на немецкий рынок с огромной подозрительностью, но при этом, опять-таки, покупать поздно. Рынок уже убежал вверх. Продавать рано. Время сидеть. Рынки хаотичны. Большую часть времени. И человек, который хочет все время торговать, обречен на потери. Поэтому сидишь в сторонке, ждешь, и когда возникает фигура, которой ты доверяешь, вот тут ты входишь в рынок. Следующий рынок. Золото. Золото. Сейчас один момент. Не все золото, что блестит. Вот так вот. В золоте было паническое падение. Оно упало от 1900 почти 2000 долларов. Более 2000 долларов. более 2000 долларов упало до 1750. То есть, оно потеряло примерно 12%. И народ паниковал. Народ паниковал. Все, бычий рынок в золоте закончился. Не так скоро он заканчивается. Коррекция в 10-12% совершенно нормальное явление на бычьем рынке. Поэтому на недельном рынке золото мы видим, что когда оно падало, импульсная система была красной. А вот уже на прошлой неделе и на этой неделе она переключилась с красной на синюю. И это значит, что мы имеем право покупать или продавать как хотим. Покупка больше не запрещена. Импульсная система это система цензуры, это не торговая система. Она не говорит вам, что делать, она говорит, что вам запрещено делать. Вот был запрет, были красные бары, а теперь запрета на покупку нет. На недельном графике золото ниже уровня ценности, ниже зоны ценности, ниже скользящих средних. И на дневном графике приходим на правую сторону, мы видим, что во время падения золото коснулось автоконверта, то есть такая экстремальная довольно была продажа, и все. И она и выдохлась. золото поднялось, золото вчера поднялось выше зоны ценности, там же оно и сегодня, и теперь возникает вопрос, где его покупать, вот прямо здесь, или все-таки подождать и постараться купить в зоне ценности. У меня нет точного ответа на этот вопрос, поэтому если бы я занимался золотом сейчас, это не мой рынок на данный момент, то я бы примерно половину планируемой позиции закупил бы сегодня, а вторую половину поставил бы лимит приказ покупать это вот на уровне красной линии, быстро скользящей средней. Переключаю также тогда на валюту на евро-доллар. Если вы возьмете недельный график, Роман, и сильно его уплотните, чтобы пару лет истории посмотреть, вот так, хорошо, до этого было хорошо, вот, слишком много, нет, вот еще немножко раскроете, зубы, да, где-то, чтобы меньше видеть, чтобы меньше видеть, еще один, вот, 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 прекрасно, это напоминает про старый анекдот, который я не могу рассказать в приличной компании. Так, евро, евро опускалось где-то с конца семнадцатого года до начала двадцатого, больше двух лет. В феврале был ложный пролом вниз, и когда он закончился, евро отправился в великолепное путешествие вверх. Глядя, приближаясь к правому краю, мы видим, что золото строит блестящую, извините, золото, я оговорился, евро стоит блестящую медвежью дивергенцию. То есть, вот прям вот печатай и в книжку помещай. Мы видим пик МСД-гистограммы, который был летом, насколько сильны были медведи, ой, быки, что-то я заговариваю сегодня, насколько сильны были быки. И потом было падение, я это называю, сломали быкам хребет, и сейчас быки поднимают евро опять вверх. Импульсная система зеленая, что значит, коротить запрещено, коротить запрещено, но будь готов коротить, потому что рисуется совершенно великолепная дивергенция МСД-линии, МСД-гистограмма и индекс силы. то есть, как только МСД-гистограмма тикнет вниз, то есть, начертит график ниже сегодняшнего графика, это может произойти, уже не произойдет на этой неделе, скорее всего, вряд ли произойдет на этой неделе, но высока вероятность, что это произойдет на следующей неделе. как только это произойдет, импульсная система переключится с зеленой на синюю и мы свободны играть на понижение. Давайте посмотрим на дневной график. Дневной график. Вчера мне все еще казалось, что такой был очень красивый двойной пик. Сегодня евро скакнул вверх, и сейчас пускай опустился вот на данный момент, рынки открыты, по крайней мере, в Америке они открыты, сейчас идет валютная торговля на фьючерсных рынках в Чикаго. Евро выскочил вверх, и там было некомфортно, неуютно, и он опустился в зону, где он тусовался несколько недель уже. Если он завтра не выскочит выше уровня сегодняшнего дня, или даже к уровню сегодняшнего дня, вот останется внизу, то мы увидим фигуру, которую я назвал хвост, вернее, не я, моя московская переводчица, которая переводила книгу с английского, фигура, которую она назвала хвост кенгуру, то есть такая плотная вязь столбиков, и вот такой хвост выскакивает. Торговать надо против хвоста всегда, потому что хвост показывает, куда рынок не хочет идти. Имел прекрасную возможность пойти выше и не взял ее, поэтому если завтра рынок будет торговать ниже, скажем, ниже вот ниже этой зоны, может подняться чуть-чуть к хвосту, но не может подняться больше, чем на половину до кончика хвоста, вот там бы я поставил вот это будет тракпост кенгуру. Наклевывается сделка, очень наклевывается сделка, надо быть готовым. Спасибо, Александр. И нефть бренд. Нефть бренд. нефть это это как кровь экономики, и поэтому цены на нефть отражают состояние экономики. И как мы видим слева на недельном графике нефть все выше и выше, и если мы посмотрим на MACD гистограмму, то это в общем-то очень низкого качества дивергенция. Почему? Потому что пролом между двумя пиками был очень плоским в MACD гистограмме. Высокий пик летом, крошечный пролом и сейчас более слабый ралли. так что нефть сильна, нефть немножко, как говорится, обогнала сама себя. Если мы посмотрим на дневной график нефти, то мы увидим, что где-то раз в месяц она опускается близко к зоне ценности, близко к этой красной линии. Вот там-то и надо покупать. На сегодняшний день нефть стоит высоко и гнаться за ней. Я не люблю гнаться за рынками. Я бы поставил приказ на покупку на уровне чуть-чуть выше вот этой красной линии. Это, если не ошибаюсь, 13-дневное скользящее среднее. 13-дневное. И на следующий день тогда пересчитать приказ только на один день. На следующий день пересчитываем эту скользящую средню, поставляем новый приказ. Маленькая домашняя работа каждой день. Спасибо, Александр. Мы прошлись по ключевым рынкам, по ключевым инструментам. Сейчас мы можем объявить победителя прошлого дня и перейти уже непосредственно к рынку акций. Также можно сделать на вашем экране, чтобы мы успели чуть больше. и Да-да-да-да-да. А, вы хотите, чтобы я показал победителя, конечно. Отлично. Я могу сейчас вывести табличку. Давайте вы. Ну, покажите табличку, а потом я график выведу. Да, вы график, а я как раз выведу табличку. Я только хотел сказать, что у нас пока совпадает с тем, что, например, то, что я оставил в ноябре в двенадцатой строчке, опять желтый цвет, оставил его в декабре, и опять это сработало для победителя. Опять у нас наметился тренд, который был сломлен в прошлом месяце. И у нас по общему количеству участников, опять же, плюс 76% по всем сделкам, я думаю, что пору создавать индекс доктора Элдера. Да-да-да, обязательно. Одну секунду, я скажу тогда несколько слов. У нас была небольшая дилемма с Александром перед как раз вебинаром, а у нас победил акция, которая показала первое место и самый высокий результат 27% за этот короткий срок, который у нас был между вебинарами, чуть больше двух недель, обычно у нас месяц. Это был Вадим. Вадим у нас победил в прошлый раз, поэтому Вадим находится в Таллине, мы его будем ждать в гости, и я Вадиму обязательно подарю еще дополнительный подарок. И в виде, ну так как я думаю, что с временем такие ситуации тоже будут происходить, мы решили отдать второе как раз книгу с автографом Александра, человеку, который занял второе место, но в данном случае я считаю, что второе место очень почетным. И это человек с ником Антифацио, если я правильно произношу, человек очень активно задает вопросы на всех наших видео, поэтому я очень рад, что вам эта книга достанется, и по самим акциям Александр, наверное, вы лучше скажете. Я покажу эти рынки. Значит, где же у нас Zoom, 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 иди сюда. на акцию победителя. Меня совершенно не удивляет, что один и тот же человек выигрывает две недели подряд, потому что как говорится, мастерство не пропьешь. Если человек умеет находить акции, то это и когда это происходит несколько раз подряд, то это показывает, что это не случайность, что у человека есть система, по которой он отыскивает эти акции. Извините, телефон зазвонил, забыл, звонок подключили. Значит, акцию, которую я выбрал, это ARCH. Что у меня, значит, несколько интересных моментов насчет этой акции. Я посмотрел, так, еще раз на Zoom, я посмотрел эту акцию, так, одну секунду, я хочу показать вам другую, Романя, я хочу другой график показать. А, окей, Stop Share, а теперь Share Screen, ага, вот, значит, это веб-сайт, который я упоминал, сейчас вы видите, белая страница, это сайт, который я вам неоднократно упоминал, и я сильно рекомендую его всем трейдерам, называется finviz, finviz.com, вы впечатываете название любой акции и получаете ключевую информацию по этой акции. Значит, написано, что finviz это угольная компания, уголь производит. Для меня это поразительно, потому что во время предвыборной кампании одним из моментов, которым Трамп клеймил Байдена, было то, что Байден обещал закрыть угольную, угольные шахты. И несмотря на то, что Байден победил, угольная компания продолжает переть вверх со страшной силой. Вот так вот, что важнее, фундаментальный анализ или технический? Технический всегда впереди фундаментального. Другой момент, на который я хочу вам оказать. Вот видите, мой курс стоит на строчке, где написано short float. Short float. Это показывает, какой процент всех акций этой компании проданы на понижение. Нормальный short float это порядка 1-2-3%. Short float выше 10% это уже очень высокий short float. А здесь на каждые 5 акций этой компании одна продана накоротко. Значит, в этой компании имеется огромное количество медведей. и благодаря и, кстати, один из поисков, который я иногда провожу на уикендах, я ищу компании, когда я ищу компании для покупки, я делаю поиск на компании с самым высоким short float. Почему? Потому что такой огромный короткий интерес, бывает и 50%, 60%. стоит малейшему ралли начаться в этой акции, как медведи побегут. А как медведи бегут? Медведи продали на понижение, они начнут, чтобы убежать, им нужно купить эту акцию. И покупки медведевых приводят акцию к такому невероятному броску, великолепному броску за месяц от меньше 30 долларов до почти до 50. То есть акция удвоилась практически за месяц. Вот это паника среди медведей. Так что Вадим, я вас поздравляю, желаю приятного визита в Admiral Markets и так держать. Человек, который заработал серебряную медаль, покупал акцию AA. Это Алькор, это компания, которая делает алюминиевые банки для консервов и алюминиевые промышленности. очень сильные ралли тоже. Довольно высокий короткий интерес, но не слишком высокий, 5% всего short flow. Очень удачная сделка, поздравляю вас и ралли. Как ралли, ралли, вы получите книжку, но вам придется объявиться с именем и с фамилией ралли, 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 я их начал было вводить в свой компьютер, но потом очень у нас обещают завтра буран, буран, ураган, метель, снежный шторм. И поэтому жена меня поставила позвони туда, позвони сюда, и у меня было меньше времени это дело ввести. Поэтому я буду прямо при вас их впечатывать, и мы очень быстро пройдемся по этим рынкам. Так, а почему же это Stop Share, Share Screen, а вот она. Единственное, что я, когда выбираю акции, я всегда смотрю то на акцию, то на Finviz, поскольку у меня занимает время перейти в зуме с одного на другое, то, что я вижу в Finviz, я просто буду говорить вам. Даниил предлагает акцию ZTO. Так, на секунду я смотрю на Finviz. Сюда ZTO незнакомая акция это логистика из Китая. Китайские акции плохо сейчас себя ведут, потому что к уходу Трамп накатывает на них колоссальную бочку и даже угрожается тем, что произойдет делистинг, что их просто выкинут с американских бирж. в компаниях, в китайских компаниях масса вранья, поддельные бумаги это ежедневное явление и для себя лично я отказываюсь их касаться. Обжегся, все, я больше этим добром не торгую. Недельный график выглядит как будто маленький хвост кенгуру чертит, пытается, на дневном графике ничего привлекательного. Так что не хватает на меня за душу этой акции. Следующее смотрим человек с красивым именем Бостон хочет посмотреть акцию компании NGL это энергетическая компания. Вы знаете если у вас есть время это неплохая акция она стоит дешево она в свое время в свое время эта акция стоила 45 долларов это было лет назад сегодня она стоит 2 доллара и 86 центов в данный момент то есть она опустилась на 95 процентов но умирать не собирается посмотрите как сильны были медведи весной и как слабы медведи сейчас то есть это говорит о том что акция не собирается умирать но когда она собирается подниматься это совершенно другая песня на секунду смотрим на финвиз ввожу ввожу эту компанию НЖ НЖ Л и это нефть и газ рафинирование и продажа компания выплачивает у кого есть пенсионный фонд компания выплачивает дивиденд держитесь за стул 13,79% то есть грубо говоря 14% годовых если короткий интерес 4% то есть это значит что если эта компания не умрет то вложив в нее скажем тысячи долларов вы получите 140 долларов к концу года если она не опустится конечно то это всегда есть риск но она выглядит очень хорошо что довольно близко двойное дно это красивая фигура смотрим дневной график ведет очень приятно выглядит дневной график вот это донышко которое было 30 октября низшая точка была 2.32 а вот на этом донышке которое было 30 ноября ровно месяц позже донышко было 2.11 то есть старое дно было пробито это ложный пролом вниз если прекрасная бычья дивергенция компания выглядит очень привлекательной очень привлекательной вот таки да совсем совсем не худо я бы подождал покупать ее только чтобы она опустилась до зоны ценности она в данный момент я в то время когда я с вами говорю она котируется по 2.86 я бы искал покупки где-то в зоне 2.73 не так далеко окей очень интересно следующая следующая акция дан 278 NXPI все полупроводники прут в гору невероятно кстати это одна из территорий где Америка четко и запад четко обгоняют Китай и отказываются продавать наконец дошли умом отказываются продавать китайцам технологию так что спрос на американские полупроводники сильно повышался очень сильный тренд на недельном графике смотрим на дневной график и где-то каждый месяц паника вот была паника вот паника и сейчас происходит паника по мне этот тренд уже староват эта девушка уже танцует от 60 долларов и она дотанцевала до 160 слишком много прошло времени уже но на любителя некоторые нравятся я предпочитаю акции которые только начинают подниматься со дна как например NGL которую мы рассмотрели секунду назад два разных человека предложили вот эту акцию связанную с вакциной ASMB глядя на эту акцию этой компании самой нужна вакцина от смерти потому что она упала и лежит как такая полумертвая на земле смотрим на дневной график обвалилась 16 долларов до 6 и вот лежит только пытается дышать я бы не стал покупать такую акцию да возможно она поднимется но она может подняться через год через два года быть перекупленной другой компанией то есть это это не компания для трейдинга это компания для надежды я стараюсь надежды сбегать она предлагает закоротить акцию это акция энергетической компании VLO так на секунду смотрим на Finviz VLO это опять-таки рафинирование нефти и газа короткий флоут 3% может быть может быть компания сильно обвалилась как и все в начале этого года поставила поставила двойное дно с бычей дивергенцией ралли состоялось и сейчас начинает опускаться недельный график синий шортить разрешено индекс силы показывает перекупленность так что это легальный шорт смотрим на дневной рынок на дневной график для меня это поздновато акция уже упала в зону ценности когда когда я начинаю шортить я хочу шортить где-то недалеко от верхнего конверта тут как бы падение уже произошло это легальные продажи но не особо привлекательные а и еще и еще одна акция на понижение это Fossil Group поздно поздно когда это предложение пришло 6 часов назад 6 часов назад ну это совсем поздно то есть были какие-то плохие новости очевидно и компания упала от почти 14 долларов до 10 я хочу посмотреть наверное что-то связанное с доходностью компании последние доклады доходности был 11 ноября так что я даже не знаю из-за чего она упала но когда когда человек вот так вот выпал из окна пройдет еще много времени прежде чем а а а а этот участник предлагает закоротить ее я не знаю слишком по-моему уже падение произошло я бы скорее ждал что акция будет долго лежать думать ничего не происходит так что дайте отдышаться еще Константин тоже хочет купить ASMB который мы уже посмотрели мы трейдеры и когда мы смотрим на акцию мы хотим видеть какое-то движение и играть или по тренду или против или на разворот а когда вот акция такая полумертвая то оставим ее другим Владимир предлагает MKS Роман я боюсь что мы опять немножко перехватим времени у нас осталось 10 минут но придется немножко дольше я надеюсь вы не возражаете если я задержусь я нет я никогда не возражаю спасибо MKS я неправильно напечатал MKS я на секунду смотрю на Финвиз и заметьте кстати урок для всех я надеюсь идете на Финвиз и прежде прежде чем смотреть на акцию печатайте ее туда и она вам даст информацию это значит научно-технические инструменты Соединенные Штаты дивиденд полпроцента то есть это растущая компания это не какая-то нефтяная компания которая 14% выплачивает и короткий интерес 1% так что ничего предосудительного что сказать акция очень хорошая надо только было ее покупать раньше потому что в конце октября извините в начале ноября она как с цепи сорвалась и где-то со 110 долларов подскочила до 150 и сейчас ударила в верхний конверт выставила хвост кенгуру вверх и показала переоцененность в индексе силы то есть я бы скорее коротил ее но слишком хорошая акция чтобы коротить смотрим на дневной график выскочила из конверта горнулась затормозилась я не вижу сделки в этой акции вы знаете у меня есть друг пишет программы для трейдеров единственный человек которого я знаю у которого программа говорит это сигнал на покупку это сигнал на продажу а это достоверного сигнала нет у всех есть достоверные сигналы каждый день на каждом на каждой свече а вот у него только на некоторых мне нравится такой подход вот я не вижу здесь сигналы с одной стороны тренд вверх с другой стороны тренд очень перекуплен и когда я начинаю говорить с одной стороны с другой стороны то я просто на пальцы переворачиваю страницу поехали дальше я надеюсь что вам это полезно потому что мы не просто разбираем акции что купить что продать это не моя цель моя цель показать вам как думает один серьезный трейдер акции компании ALGN я не смотрел на них несколько дней человек предлагает их шортить я их закоротил и уже снял прибыль с тех пор несколько дней не смотрел ох вовремя снял прибыль вовремя снял прибыль очень приятно выглядит на недельном графике он синий легально коротить очень акция очень переоценена она находится на уровне конверта это легальное продажное понижение смотрим на дневной кстати у меня остались стрелочки на память где я закоротил был не так худо я закоротил на следующий день после верхней точки и снял прибыли когда акция коснулась зоны ценности такая короткая но приятная сделка сейчас на данный момент последний последний столбик зеленый то есть импульсная система стоит на повышение индекс силы очень переоценен если завтра эта акция будет торговаться дешевле чем за 517 дорогая акция кстати 500 долларов чем-то стоит если завтра ее цена будет ниже 517 то импульсная система станет синяя опять будет легально коротить сейчас сейчас пока импульсная система зеленая коротить не разрешается возможно возможно как когда принц Чарльз в Англии собрался жениться на принцессе до принцессы Дианы нашелся другую невесту то какой-то мужик сказал в интервью да-да-да она очень хорошая она мне понравилась я думаю тебе тоже понравится на этом свадьба была закончена подготовка к свадьбе плохая шутка но акция стоит очень высоко будьте осторожны будьте осторожны потому что акция сильная коротить ее можно но очень осторожно едем дальше Максим предлагает купить акции ExxonMobil это самая крупная нефтяная компания которая есть ExxonMobil недельный график я смотрю кстати она на моем она в моем списке купить и сейчас вам скажу почему и почему я еще и не купил я иду в Finviz и Finviz говорит что это интегрированная компания нефть нефти и газа их процент дивиденда когда я начал на нее смотреть был 10% сейчас только 8% почему потому что цена акции повысилась цена повысилась дивиденд тот же самый но для меня это одна из очень привлекательных дивидендных акций не успел ее купить вовремя короткий интерес никакой 1% возвращаемся к графику очень сильная акция очень хорошо идет вверх импульсная система зеленая переходим к дневному графику небольшое ослабевание у правого края но покупка совершенно легальная если вы хотите ее покупать бог в помощь я уже забыл все эти российские выражения прошу прощения собаки залаяли но не потому что я выразился я не люблю покупать выше зоны ценности эксен мобил сейчас четко выше зоны ценности поэтому это одна из акций которые я хочу купить и держать но попозже зона ценности где-то в порядке 39 долларов акция сейчас котируется по 44 я не тороплюсь я лучше подожду так что опять-таки повторю то что наверняка говорил в прошлом когда у меня была подруга совершенно замечательная женщина к сожалению она умерла много лет тому назад образец того как иногда богатые люди получают плохую медицинскую помощь у нее в пентхаусе где она жила была такая огромная ниша где стоял компьютерный стол за которым она занималась очень успешная биржевичка а сбоку значит с правой и с левой стороны у нее висели такие корковые как это вот как винная корка этот материал по-русски называется пробка пробка спасибо большое Роман у нее висели справа и слева пробковые панели и когда она вот видела такого типа акций она ее распечатывала только конечно на белом фоне не на черном и красным карандашом толстым отмечала что она сделает если эта акция придет туда или сюда и прикалывала кнопочкой на стену то есть когда она подходила к своему письменному столу то весь ее план игры был у нее перед глазами справа и слева если бы Маргарет смотрела на этот график она бы четко его распечатала нарисовала бы красную стрелу показывающую на зону ценности в районе 39 и приколола к стене потом мы пили шампанское интересная сделка только не сегодня кстати насчет DAX возвращаюсь Сергей который продолжаем держать DAX шорт мне просто нравится эта уверенность что тогда Шортили он показал практически новый максимум и мы продолжаем держать шорт вы знаете вот это причина по которой большинство трейдеров мужики а процент успешных трейдеров выше среди женщин почему они быстрее они менее самоуверенные и быстрее водка кончилась приходится водопись одну секунду они менее самоуверенные и задают такие вопросы а кто будет платить по счетам а как насчет денег а мужики временная временная потеря сейчас я еще добавлю я этого не боюсь поэтому же процент успешных трейдеров выше среди женщин тем не менее тем не менее значит я не могу посмотреть на DAX но я могу посмотреть на индекс EWG на ETF EWG в котором сам в данный момент сижу без особой радости и импульсная система зеленая что-то я хрипеть начал замечательные леденцы которые снимают этот хрип импульсная система зеленая переходим на дневной график импульсная система тоже зеленая тоже зеленая и цена выше верхнего конверта красная стрелочка показывает где я закоротил этот фонд ETF и три цифры три цифры которых требует каждая сделка я показываю это вам чтобы если бы я выигрывал в каждой сделке мне бы уже давно принадлежала биржа вся биржа мы выигрываю часто но не во всех я закоротил на следующий день после этого пика был в шоколаде короткое время а вчера акция поднялась а сегодня совсем прыгнула вверх и вот три цифры которые требует каждая сделка цена входа мишень и защитный стоп значит цена входа 31 мишень мишень делаю на основании недельного графика 29 то есть вот этот конверт 29,5 я ожидал что немецкий фонд опустится чуть-чуть ниже этого конверта а защитный стоп 31,64 поскольку я перед экраном практически весь день я не выставляю его на автомат а так слежу за ним и на данный момент этот ETF стоит по 31,61 а мой стоп 31,64 то есть мне легально легально я могу я могу его на ночь ставить и решить завтра и я склонен именно так и поступить я сказал раньше сегодня что когда закончится эта сессия сказать я пойду застрелю эту собаку должен следить за языком я как-то сказал на конференции показал акцию и сказал ну эту собаку надо стрелять женщина вскакивает в первую руку доктор это жестоко не стрелять собак не стрелять господи я к собакам отношусь очень тепло и взаимно но если считать эту акцию собакой то я ей дам еще денек пожить прежде чем решать кончать ее или нет безумство храбрых поем и песню так павел предлагает ups вы знаете ups одна из нескольких акций которые как я говорю стоит на хвосте акция взлетела значит в марте она достигла 80 долларов а сейчас 180 почему потому что все сидят по домам большинстве люди сидят по домам и пользуются услугами fedex ups гораздо больше чем обычно но эта акция затормозилась я смотрю и на недельном графике так посмотрим финвиз опять финвиз ups короткий интерес 1% это нормально совершенно акция достигла какой-то большой высоты и затормозилась котируется близко к зоне ценности то есть рынок говорит эта акция правильно оценена если она правильно она примерно правильно оценена чуть-чуть переоценена примерно правильно оценена если она правильно оценена то мне нечего с ней делать я хочу купить дешевле ценности или закоротить выше ценности а она находится около ценности совсем но я смотрю на индикаторы MACD гистограмму вот какая невероятная сила была в августе Сейчас с этим небольшим падением переломали хребет быкам. Опять-таки это еще одна акция, которую я бы распечатал, выставил на стену. Но я, правда, этого не делаю. Я ввожу в компьютер. Есть система тревоги. Вот этот пик, alarm, это немножко другое, чем тревога по-русски. Этот пик был 178 долларов. Я введу систему тревоги, записываю себе UPS. И когда UPS поднимется до 178,5, я получу сообщение, что моя акция достигла моей мишени. Почему я этого хочу? Я хочу увидеть более низкий пик, более низкий пик моей среди гистограммы и, возможно, будет ложный пролом вверх, медвежья дивергенция и грандопонижение. Сегодня нет. А вот если такое произойдет, то я в полной боевой готовности. И вот я вот там на бумажке записал, когда закончится этот вебинар, я поставлю этот сигнал в свою систему. Едем дальше. Подъезжаем к концу уже. Уже час пять. Так, Светлана хочет закоротить конед. Я не помню на вскидку. Я не помню на вскидку тикер конеда. Роман, если вы найдете, скажите мне, иначе мы просто опустим ее из конкурса. Александр хочет закоротить китайскую акцию B.A.B.A. Как я сказал раньше, я не играю с этими акциями. Слишком много вранья, слишком много фальшивой документации. B.A.B.A. опустилась, котировалась по 320 долларов, а сейчас 270, то есть потеряла почти близко к 20%. Но MScD гистограмма очень низко стоит. Индекс силы показывают бычью дивергенцию, поэтому коротить… А, он хочет покупать. Да, покупать это более резонно. Там, Александр, два участника. Как раз один коротить, другой покупать. Вы знаете, иногда это срабатывает. То есть, конечно, не в такого типа конкурса, где люди держат сделку месяц, или где мы проверяем результаты за месяц, а в краткосрочных каких-то сделках. Один закоротил и закрыл позицию через 4 часа или через 2 дня, а другой держит на повышение. И оба сделали деньги в результате. Вот это совершенно реально. Всегда приятно видеть. Но если держать эту… Если на время эту компанию делать, то коротить я бы человека побоялся, потому что MScD гистограмма находится на уровне, откуда обычно возникают взлеты, а индекс силы показывает бычью дивергенцию. Смотрим на дневной график. Вот была сила медведей в ноябре, а вот сила медведей на сегодняшний день. То есть, если бы кто-то мне сказал, Алекс, ты должен торговать этой акцией. Вот все, обязан, пошел. Я бы купил ее. Держал бы нос, поскольку это китайские акции, но купил бы. Да, замечательно. Ярослав Влонг, что имеет смысл. Извините, Александр Влонг, это имеет смысл. Ярослав на понижение. Ярослав, когда мы коротим что-то, когда мы коротим что-то, то коротить надо по высоким ценам. А когда акция уже стоит ниже зоны ценности, то это как бы поздновато на нее нападать. Илья предлагает Chevron. А, не помню, не помню. Сейчас, да, Александр, я вам скажу. CVX. CVX, спасибо. Я вечно путаю этот тикер. У нас аптека есть, которая тоже называется похожим, похожее название. Так, CVX. Кстати, смотрим на рынок. Смотрим на FinBiz. CVX. Смотрим туда. 6% годовых. Ну, не худо, но это меньше, чем 14%, которые обнаружились на акции NGL, которые предложил человек, который развивает себя Boston 17. Chevron. Короткий интерес ниже 1%. Chevron Long. Может быть, но не сегодня. И не на этой неделе. Потому что был очень сильный взлет. Он затормозился. Где-то 3 недели Chevron провел вообще в плоском, такой, как пила называют, кажется. А на этой неделе он падает. Смотрим на дневной график. Происходит падение. Импульсная система красная. Покупать нельзя. Может быть, в будущем, но четко не сегодня. И последняя жульническая акция NKLA. Была совершенно замечательная, разгромная статья в Wall Street Journal про мужика, который основал эту фирму. Это фирма, которая якобы собирается выпускать электрические грузовики. И он напел таких песен, что в нее вложились и General Motors, и Exxon Mobil. Все вкладываются. Оказалось, что когда они показывали этот грузовик, то к нему провод был подведен. Искать все фары, и все работали от провода. А когда показывали, как он едет, то его затянули тягачом на гору, и он спустился с горы просто на тормозах. Вот это была демонстрация проекта. То есть мужик – абсолютное жулье. И про него выяснилось, что он занялся бизнесом буквально сразу после школы. Очень хорошо язык подвешен. И первый его бизнес был, он организовал компанию электронной охраны, и потом продал эту компанию, и обманул мужика, которому продавал эту компанию. То есть жулье, 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 но богатое жулье. И после этой статьи компания уже стала падать, а когда вышла статья, то это как гвоздь в нее забили. И компания, которая акция стоила 80 долларов несколько месяцев тому назад, сейчас продается за 17 долларов. Так что покупать ее, по-моему, совершенно нереально, потому что совершенно неизвестно, какие еще у нее есть проблемы. И окоротить уже поздно. Так что я бы не стал. Будем искать что-то более интересное. Окей. Мы посмотрели все акции, которые были присланы сегодня. Спасибо за ваше терпение. И просуммировав это, хочу сказать, что меня привлекло. Причем это не значит, что это самая успешная акция. Моя задача, такая внутренняя задача, не то, что какая акция выше всего поднимется, а акция, которая меня интересует технически. Мне очень понравилась акция НЖЛ, благодаря своему огромному дивиденту и хорошей технической позиции. И я поставил сигнал, сигнализацию на UPS, чтобы со временем ее закоротить. И есть американская поговорка «Несчастье любит компанию». Так что я выражаю свои лучшие чувства Сергею, который говорит коротить DAX 30. Видимо, я сегодня пойду, сегодня, когда пойду в спадке, то я пойду все еще с короткой позицией по немецкому DAX, но думаю, что завтра, наверное, мне придется завтра, или будет разворот в мою пользу, или мне придется бежать. Одно из двух. Окей. Вопросы. Вопросы и ответы пришли. Пришли три вопроса. Кстати, вот Сергей со своим DAX. В книге «Как играть и выигрывать на бирже» есть глава «Сигнал собак об искривили». Посьба рассказать поподробнее. Что я рассказываю? Все в книжке, все написано по-честному. Ганни спрашивает, как Александр Элго решает, во что инвестировать на долгосрок? Какой таймфрейм, какие индикаторы? Вот, Ганни, то, что вы видели сейчас вот с этой акцией, NGL, это образец того, что на долгий срок. На долгий срок – это или обещание какой-то новой технологии, многообещающий, что очень трудно предугадать, очень трудно предугадать. Или какая-то особая ситуация с акцией. Например, когда акция выплачивает 14% годовых, то, так сказать, боевые деньги на рынке, а какие-то спокойные деньги можно вложить в такую компанию. Вот это я считаю долгосрочной сделкой. Хотя по темпераменту мне трудно держать очень долго, долгосрочные сделки. Я все время пытаюсь этому научиться. Но вот как раз сегодня я выскочил из того, что я планировал, как долгосрочную сделку. Это компания AT&T, American Telephone Telegraph. Я купил ее вот со стрелочкой. Очень удачно купил, сразу после дна. И 8% годовых она платила. Я собирался ее подержать годик, может быть. Но я вот пропустил этот выстрел выше конверта. И сейчас акции начинают опускаться. Я говорю, у меня довольно большая позиция по ней. Несколько, много тысяч акций. Хорошая прибыль. И когда я вижу, как моя хорошая прибыль начинает таять, я беру пистолет и стреляю в собаку. Так что долгосрочное держание, это зависит от человека, зависит от темперамента. И это не то, чему я могу вас научить, потому что это не мой стиль игры. Знаете, нам всем нужно знать, что нам нравится. И жить в мире самим собой. Мне нравится как посрочная игра. А вот долгосрочная игра, даже когда я 2 ноября влез, 16 декабря вылез. Вот, так сказать, не очень долгосрочно поддержал. Но сделал хорошие деньги. И последний вопрос. Без подписи. Кстати, прошу вас подписывать свои письма. В будущем на вопросы без подписи я отвечать не буду. Это я считаю странно. Письмо должно начинаться с приветствия. «Добрый день» там такой-то, с какой-то, вот, сказать, потом суть письма, а потом с приветом. Иван Лопухов. Вот так вот, да. Фамилию можете не писать, если не хотите, но какая-то подпись должна быть. И не «Бостон-17», это настоящая подпись. Ну, там как раз «Дан-278», так что не помогает. А, да-да. Увидел, увидел. Я просто, вы знаете, такой базовый этикет. Поехали. Значит, «Дан-278». Вопрос, как тренирует психологу. С каким психологическим настроем начинаете рассматривать акции? Постараться открыть сегодня сделку или все-таки быть более придирчивым? Абсолютно придирчивым. Абсолютно придирчивым. Вы знаете, у меня кто-то пришел давно на консультацию один дентист, он говорит, он ненавидит быть зубным врачом, хочет стать трейдером, и он разнес свое расписание так, что по средам у него нет пациентов, вот по средам он будет заниматься трейдингом. Сто процентов. А я ему говорю, «А если рынок тебе, вам, если рынок вам не даст сделку в среду, что вы будете делать?» Он очень обиделся на этот вопрос, больше не приходил. Я все отношу, то есть, я торгую не потому, что мне хочется торговать, а потому, что я вижу, я вижу, что что-то хорошее идет. придирчивость абсолютно необходима. Абсолютно необходима. Качество. Обращайте внимание на качество. Работайте на качество. Деньги придут уже автоматом. Качество и только качество. Роман, я думаю, что мы обсудили все вопросы. Спасибо большое, Александр. Мы рассмотрели рынки, конкурс, предложения на следующий месяц. Желаю вам и всем участникам нашего мероприятия приятных праздников. Читал статью, кстати, недавно интервью с мужиком, который вакцину изобрел, файзеровскую, он говорит, что эта зима будет очень тяжелой, а будущая зима будет нормальной, как всегда. Так что давайте, чтобы вам безопасно дожить до следующего лета, до следующей зимы. И это, конечно, год, который мы будем помнить всю жизнь. Такой невероятный год. Желаю вам закончить его в безопасности. И занимайтесь. А поскольку вы вынуждены сидеть дома больше, чем обычно, занимайтесь биржей. Желаю вам успеха и счастливого Нового года. Спасибо большое, Александр. Со своей стороны тоже я поздравляю вас с наступающим Рождеством, с Новым годом. Также желаю, чтобы у вас все было хорошо. И в трейдинге, я думаю, что в трейдинге здесь уже эта система, то есть тут не может быть по-другому. Приходится работать, приходится работать все время. Вот как сегодня немецкий фонд меня тормошит. То есть работа не... То есть может быть она и есть такая точка, но я ее еще далеко не достиг и даже не вижу этой точки, что деньги делаются без труда. Все дается, продолжается труд, дисциплина, фокус, сомнения, но смещается процент все больше и больше в сторону выигрыша. Спасибо большое, Александр. Я тогда еще буквально две минуты в конце тоже скажу. Были вопросы по поводу индикаторов, по поводу того, как это настроить на метатрейдере. Напишите, пожалуйста, мне на почту. Вот я сейчас ее прикладываю в чат и я вас ориентирую по дальнейшим шагам. Также важно, что все вопросы мы принимаем заранее, все инструменты мы принимаем заранее под этим видео, то есть под записью этого видео, которое будет завтра размещено на нашем YouTube-канале. Ссылочку на него прикладываю. И еще раз конкурс. Под видео вам необходимо предложить одну акцию и в следующем вебинаре, который будет проходить 27 января, последняя среда января, как раз в таком же списке Александр посмотрит эти акции и мы внесем их соответственно в список. Единственное, что по поводу вопросов, то есть я рекомендую писать их сразу, как только видео будет опубликовано, а именно акции пишите за день, за два, за пару часов до середины дня, как раз когда будет следующий вебинар 27 января, так как движение будет, вероятно, чуть лучше. И как раз вот эти акции мы включим в наш разбор. Ну, а победитель, кто в течение с периода с января по февраль, чья акция показывает лучший результат, неважно будет это лонг или шорт, получит как раз книгу с автографом Александра, которую мы таким же образом разыграем, как мы делали это в предыдущие разы. Поэтому оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на канал, также ставьте лайк этому видео. Еще раз, Александр, вас с наступающими праздниками. Спасибо большое за ваши труды, за ваш опыт, которым вы с нами делились весь этот год. Будем ожидать также продуктивного года в следующем году. Спасибо большое, Александр. Спасибо большое, Роман. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...